С этим видео стартует новый конкурс на одну тысячу кредитов, чтобы их получить вы должны будете выполнить три простых условия Подписаться на канал LeftyVision, также вступить в мою группу вконтакте и оставить любой комментарий под этим видео, ну а все нужные ссылочки я оставлю в описании Почему-то мне кажется, что сейчас я реально смогу вас удивить, а как же вы думаете, сможет ли МК-14 ЕБР пробить 13 человек одним выстрелом? ЕБР, да нет, она же не ваншотит, скажете вы? В этом видео я вам докажу обратное Привет всем, с вами Гриф и это девятый выпуск Разрушителей Мифа Фарфейс Кстати, приобрести пин-код на Сикс Ауэр вы можете в моей группе вконтакте На ПТС появилась новая полуавтоматическая снайперская винтовка М14 Крейзи Хорс И я тут подумал, а нет ли мифов о старых похожих винтовках? И сразу же вспомнил о нашей старенькой ЕБРке Если кто-то не знает, она когда-то тоже продавалась в коробках удачи за кредиты Но после фикса скорострельности она стала, мягко скажем, не очень Все почему? Ответ вы, наверное, и так знаете На ПВП она очень часто не ваншотит Я предлагаю прямо сейчас запуститься на мясорубку и проверить, будет ли она ваншотить вообще И давайте стрельнем в стандартный бронежилет Как мы видим, урона вполне хватает, чтобы пробить его с одного попадания То же касается снятого титана или алмаза Но с питоном, естественно, начинаются проблемы Ну а теперь с дальнего расстояния И в итоге ничего не поменялось Пробивается все так же, как и сблизи А сейчас просто для наглядности стрельну сначала по стандартному бронежилету А теперь стрельну по нескольким игрокам сразу Посмотрим, сколько она пробьет Как ни странно, удалось пробить 13 человек сразу А теперь то же самое, только с глушителем Хм, только одного Видимо, он просто был закоцанный Очень интересно, что же будет, если стрельнуть с кьюбы У-88 С которой обычно сравнивают ЕБР Она пробивает всех, но, к сожалению, только вблизи Потому что, имея небольшую дальность На больших расстояниях, она не будет ваншотить так же, как наша МК-14 Но зато у нее есть свои плюсы Например, зумит она быстрее, чем ЕБР Ну а сейчас приступим, пожалуй, к самому интересному Посмотрим, на что же способна наша новая М-14 Крейзи Хорс В тело она, конечно же, ваншотит и в питон, и в стандартный бронежилет С этим у нее проблем вообще никаких нету Но что же будет, если пострелять по рукам? Стандартные перчатки Защитные перчатки А теперь стандартные перчатки, но с бронежилетом питон Ну и напоследок защитные перчатки с тем же бронежилетом Макмиллан или та же АС-50 ваншотит точно так же А теперь стрельнем с нее сразу по 12 игрокам Интересно, а будет ли разница, если стрельнут так же, но по ногам? Результат оказался вполне ожидаемым Снова винтовкой М-14 Крейзи Хорс мы разобрались И так же поняли, что МК-14ЕБР не такая уж и плохая, как о ней многие думают Как выяснилось, она все-таки может ваншотить на ПВП, но с некими оговорками И немного поиграв с ней, я начал замечать ваншоты, которые все-таки случались Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями А прямо сейчас выберем победителя прошлого конкурса на 1000 кредитов Для этого скопируем ссылочку с того видео И перейдем на наш сайт, который определяет случайный комментарий И, собственно, по нему мы и определим нашего победителя В обеде у нас такой вот канал 99 Саня Сейчас посмотрим, выполнил ли он условия конкурса Так, подписки А вот, подписка АИМИНИК Все отлично, Саня, я тебя поздравляю Обязательно отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз АИМИНИК